Шаламиряне, привет народ, славясь на уважение из Израиля. Сегодня я бы с вами хотел поговорить о завтраке бариатрика. Значит, я во всех видео про бариатрию, медицинские советы все мои рассказываю на своем опыте. Окей, не надо сейчас говорить, что эта инстанция в последнем виде так, как она есть. Все, что я вам говорю, советую вам перед этим уточнить у вашего лечащего врача, у диетолога. И тогда, только тогда, когда вы получите от них разрешение делать то, что делаю, к примеру, я. Не надо с Бухтабарахта говорить, что Дженя сказал, что я буду делать точно так. У вас своя голова на плечах, пожалуйста, уточните перед тем, как начинайте повторять мои некие деловые советы. Значит, по поводу завтрака бариатрика. Есть один продукт, который продается в Израиле. Я не знаю, если это у вас или нет. Йогурт, такой йогурт прикольный. Тут, допустим, 20 грамм. Что значит 20 грамм? Тут 200 грамм продукта. Это йогурт с вкусом и запахом персика. Значит, в этом 200 граммовом, в этой баночке, извиняюсь, очень все просто. 20 грамм белка. 20 грамм чистого белка, который нам нужен. Окей? В баночке. В ней 200 грамм. Я из этой баночки съедаю, даже буду при вас чамкать. Вы уж меня простите. У меня уже время завтрака, я детей отвел в школу. Вот, да, я по дороге взял себе кофе, кофеок я взял. Я его попил совсем чуть-чуть. Просто очень хотелось что-то попить, так я взял вот такой кофе с молоком. Обычно я его делаю дома, но тут я уже не успел. Вы меня простите. Значит, я сейчас смотрю на состав. На иврите состав. Я вам просто прочитаю на русском, чтобы было понятно. Значит так. В 100 граммах этого продукта 67 калорий, жиров 0, натран 35, натран, то бишь соли, всякой такой соли, углеводы, углеводы, 6.1 из них. Хотя вы даже понимаете, что белка здесь 10. Вот, что мне не нравится, так, что здесь сахара тоже 6.1. Да, тут есть сахар, тут есть сахар, но еще раз, если вы кушаете просто сахар, то если я вот к этому не буду кушать еще что-нибудь, да, то это не катастрофически. Значит, в ложках сахара на 100 грамм здесь полторы ложки сахара. Еще раз, это есть йогурт такой, который типа как Дайд, это Данона. Данона, я думаю, что во всем мире есть. У нас в Израиле ее производит компания Штраус. Вот, на иврите Данона. Здесь будет это видно. Сейчас я попробую сфокусировать, чтобы вы это видели. Вот, Данона. Верну фокус на себя. Вот, у вас, я думаю, в любой стране мира, я и в Италии видел эту фирму. Значит, дальше. Белка. Здесь 10 грамм. И самое главное, одно из самых главных, с моей точки зрения, кроме того, что здесь 10 грамм белка, здесь 90 миллиграмм кальция на 100 грамм. Значит, в данном продукте написаны также колоражи, все эти данные на 200 грамм. Просто увеличьте их вдвое. Вот и все. И почему я говорю именно 100 грамм? Я мог прочитать вам конкретно в 200 грамм. Я по своей мани, по своим манерам, да, вот я сейчас его открою. Красивенький такой, гламурненький, гламурненький, белый-белый. Я буду кушать, вы меня простите, поскольку это для меня завтрак. Беру ложечку и жду. Сейчас вам объясню. Вкусненько. Кальций, короче говоря, кальций, нам очень сильно нужен, чтобы сохранилась костная мышца, чтобы сохранилась кость. Потому что, когда мы резко начинаем худеть, у нас кроме мышц, которые с жиром тоже уходят, начинают уходить кальций. И, кстати, мои витамины, которые я пью, я пью кальций, я уже показывал их. Я беру, у меня есть витамины израильской фирмы. Нет, я даже покажу, но это остатки. Вот, израильская фирма под названием Альтман. Их много, в принципе, но у меня тут совсем осталось чуть-чуть. Я также пью витамины из Айхерба вместе. Я мешаю эти и те, потому что не хочу сказать, что какие-то из них плохие или какие-то из них хорошие. Просто из Айхерба тупо дешевле в несколько раз. И мне даже, как коренному израильтянину, да, я не родился здесь, но я здесь большую часть жизни уже. Мне проще купить в Айхербе. Не то, что я бедствую, просто реально дешевле. Так вот, почему, говорю, что мы должны ждать? Для нескольких причин. Потому что есть люди... Я сейчас возьму еще одну ложку, я вам объясню. Есть люди. Простите. Которые не могут принимать некие продукты. Допустим, дам пример. У меня супруга купила обалденную колбаску, в которой есть шпик. Не вареная, она жестко. Решил попробовать. Как не вращается, я понимаю, что еще рановато. Мне только будет скоро, через неделю, примерно 2-3 месяца после операции. Успеха своих я вам буду рассказывать. Есть такое понятие, когда еда не идет. Тупо не идет. Вот я, к примеру, решил попробовать эту колбаску. Отрезал кружевочек обычный, маленькие колбаски. Разрезал ее на 4 части и медленно, 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 медленно кушал. Кушал, кушал, пережевывал, пережевывал, впихнул. И ничего не пил, естественно. Через пару минут я почувствовал некий дискомфорт. И пришлось эту колбаску вытащить наружу. Вот. То же самое с йогуртами, со всеми делами. У меня эта фирма, вообще, йогурты чаще всего проходят. Но бывает такое происходит, что не йогурт или любая еда, которую вы хотите кушать, она тупо не хочет идти внутрь. Сейчас расскажу, что происходит при этом. Я сейчас вам рассказываю о шунтировании, а про слив расскажу после этого. Еще бывает такое, что когда ты шунтирование делаешь, потому что я, кто не знает, делал 2 операции. 8 лет назад примерно я делал слив. Вот скоро будет, к Новому году будет 9 лет. Вот. А сейчас, почти 3 месяца назад я сделал шунтирование. Гастрик байпас. Что происходит во время шунтирования? Как ты можешь понять, что еда у тебя тупо не идет? Извиняюсь. Немножко просто прибавляю, что я поэтому дома снимаю это видео. Если бы я сейчас был здоров, видео бы не снимал. И что происходит? Ты чувствуешь здесь некий дискомфорт, тяжесть. Это бывает даже когда мы едим обычную еду, или даже когда чуть-чуть переели, мы чувствуем тяжесть. Но тяжесть это нормально чувствовать. Просто надо подождать, она пройдет. А бывает такое, что ты чувствуешь, но уже хочет обратно. Но тогда, извиняюсь, приходится идти в туалет и помогать двумя пальцами, чтобы убрать этот продукт. Как бариатрик вообще, в принципе, должен кушать? Он не должен сейчас делать культ еды, и вот только еда. Нет. Мы берем ложечку, неважно чего, или вилочку. Мы кушаем, жуем, откладываем. И следующий укус, или ложка, или вилка, должна быть от, как мне сказали врачи, в среднем 5 минут. Окей? Для чего? Мы не должны в себя пихать. Мы делали операцию для чего? Чтобы убрать лишний вес. В моем же случае, кроме лишнего немножко веса, я также должен был избавиться от медицинских проблем, которые я рассказывал в прошлых роликах. Кто не знает, у меня после слива появилась грыжа на желудке большая. И рефлюкс, ужаснейший рефлюкс. Друзья мои, кто меня знает, кто видит, не дадут соврать. Это было ужасно. Я приходил и сижу, отрыжки постоянно. Лекарства тупо перестали помогать. Было одно лекарство под названием Nexium. В дозе 20, потом дали дозу 40. Оно мне кое-как помогало. Но так это была жесть. Поел, попил сразу. Если ты через даже час шел спать, это просто кошмар. Жизнь тогда превратилась в локальное представительство ада. И было не очень хорошо. Теперь о достижениях. На сегодняшний день мой вес составляет 105 килограмм. Первоначальный вес примерно 123-125. Даже 125,5. Но не важно. Не суть дела. 20 килограмм я убрал. И у меня вот этот вес 105 стоит довольно долго. У меня было 105,6-105,8. Сейчас 105,2-105,0 примерно. Ну, ровно 105. Я люблю округлять, как бы. Поэтому ничего. Хотел просто вам показать свой пояс. Как я вам уже рассказывал, товарищи, подписчики и зрители моего канала. Вот, кстати, моя бляха. Купленная вирусалиме. Ну, дело не об этом. Вот мой пояс. Вот мои дырки, да. Дырки начинаются отсюда. Заканчивали здесь. Это, значит, я перед операцией этот пояс одеть не мог. Я его одел примерно через месяц на эту дырку. На самую первую. Вот. На самую первую дырку. Сфокусируй немножко. Вот. И на сегодняшний день я попросил у супруги сделать дополнительные две дырки. Потому что потихоньку, потихоньку. Вот. Я не парюсь, причем и не хочу, и не буду, на тему, что мой вес стоит довольно долго. Где-то недели две-три. Да мне фиолетово, что он стоит. У меня объемы уменьшаются. У меня жена шьет, если вы еще не знаете. Она занимается пошивом свадебных печерних платьев. У меня все джинсы. Нужно заново внизу делать им на иврите, это махпелит. На русском, извините, я не знаю, как на русском это слово. Кстати, вот слово, которое я не знаю на русском. Вот. Нижняя часть, которая подгибает, подгибка, и там ее отрезают и ушивают. Мне надо делать заново. Почему? У меня попа ушла. Бока ушли. Извиняюсь, это упала бляха. Бока ушли. И получается, что у меня штаны на мне все висят. Я принципиально не иду в магазин и не покупаю новую одежду. Не хочу, не буду. Почему? Потому что мой вес еще будет уменьшаться. Естественно, я в ближайшем будущем пойду, возьму себе какие-то одни или две, наверное, пары штанов, пару рубашек или футболок. Вот эта футболка, которая на мне, она на мне была как бы впритык. Я сейчас даже в стаду покажу свой пуст. Потому что многие говорят, женек, ты стесняешься? Нет. Эта хрень была на мне вот так вот, чтобы вы поняли. Вот так вот, сколько я убрал. Вы можете это представить? Поэтому я не парюсь за килограммы. Я парюсь за объемы. А объемы, во, объемы уходят. Еще раз я вам повторюсь. У меня операция была, это не для похудения, чтобы вот именно похудеть. Я понимаю, что похудение будет, но похудение в моем случае это бонус. Мне надо было избавиться от моих болячек. Еще одну ложечку с вашего позволения я возьму, дамы и господа. Даже йогурт, видите, я его пережевываю. Перемалываю. Я не глотаю целым куском. Не надо. Мы не для этого делали операцию. Наш желудок и наша пищеварительная система, это не мусорная яма. Давайте уважать его. Теперь еще, самое одно из главных. Я не пью во время еды. Объясню почему. Я уточнял у диетологов и у хирурга. Он говорит, смотри, все они говорят, смотри, ты можешь в принципе пить. Но чем это плохо? Первое, если ты перепьешь воды, ты вырвать можешь. Да, но бояться они не этого. Бояться совершенно другого. Когда мы кушаем, у нас есть некая тяжесть иногда бывает. Я стараюсь кушать до тяжести. У нас еда стоит, вот здесь примерно она стоит. Она выпускается медленно. Когда мы пьем воду или жидкость любую после еды, что мы этим делаем? Мы этим ускоряем проход еды. Еда быстрее проходит, и мы становимся быстрее голодными. Нам не надо кушать каждую часть. Нам надо кушать примерно каждые 3 часа. 2,5-4. Желательно каждые 3. Дальше. Что у меня еще происходило? Я заметил, что я стал кушать в количество раз меньше. Просто тупо забываешь. Работа такая, что ходишь туда-сюда постоянно, общаешься с людьми. Забываешь покушать промежуточную трапезу. Яблоко или еще что-то. Я заметил, что вес у меня бум-бум, встал, стоит зараза, собака такая. Как только я стал кушать чаще, не больше, чаще стал принимать пищу, вес потихонечку-потихонечку тоже пошел вниз. Объемы то же самое. Теперь, я завидел, что многие бареатрики кушают утром, берут хлебушек такой классный. Неважно какой даже, темный, нетемный, неважно, фиолетовый. Мажут его, к примеру, маслом или чем-нибудь, йогуртом, неважно чем. И сверху кладут красную рыбку, соленую. Я против этого каждый день. Раз вы, это супер, это вкусно, мы не должны страдать от нашей операции, мы должны получать удовольствие от еды, от всего. Что происходит? Почему я против? Я вам сейчас объясню. Когда вы берете соль, это тоже было, перед тем, как я вам это говорю, этот вопрос был задан ни одному диетологу, бариатрическому и ни одному врачу. Когда вы кушаете соленую рыбу или вообще солененькие огурчики, там где есть соль, натран тот же самый, да? Что это, зараза, делает? Она же вкусная, но делать еду вкуснее. Да, но эта какашка, извиняюсь, удерживает у нас в организме жидкости. И за счет этого мы у нас скажем, к примеру, у нас жир будет уходить, да? Да, но жидкость будет оставаться, жиру будет трудно уйти, и будет куча-куча влаги. Как только вы перестанете есть соль, я не говорю убрать ее полностью, это и глупо убирать ее полностью. Вы должны получать соли, но мы получаем ее и так из разной еды. Подсолите чуть-чуть. С соленой рыбе очень большая концентрация соли. Что происходит? Многие бариатрики мне не дадут соврать, и можете даже откомментировать, что когда вы кушаете соленое, да, соленое, вы перестаете худеть. У вас становится как бы эффект плато. Бум, вес стоит. Да не стоит у вас здесь, просто у вас в организме скапливается жидкость, которая до конца не уходит. Как только вы убираете соль, опа, и пошло-поехало, и вес пошел дальше. Вот, в моем случае у меня сейчас вот это плато на 105 килограмм уже долго, уже очень долго. Вот, и я переходил на кето-диету, у меня даже вес чуть-чуть пошел вверх, это нормально. Извиняюсь, я стал искать причины, вспомнил то, что я меньше раз ем. Убрал соль, и бум, сейчас опять вес выровнялся, и вижу, что он потихонечку идет вниз. Потихоньку, но он идет. Главное, что у меня объемы уменьшаются. У меня все штаны уже падают с меня. У меня друзья уже, которые меня не видели месяц-два, говорят, ой, женек, как-то выглядишь классно. Это заметно. Это заметно, уже ведь у меня подбородок второй ушел, да. Я хоть не сильно обрит, но все-таки это можно видеть. Красавчик. Я аж себе нравлюсь. Вот. Это как был рассказ. А что происходит на тему операции слив? У меня не было такой тяжести. Я когда переедал, я ощущаю, что еда стоит здесь, и боишься, выйдет она, не выйдет. Вот. А вот эти две операции, они разные совершенно по ощущению. Я представляю, что из моих зрителей мало ребят, кто сделал повторную операцию. Особенно, как я, из слива сделать байпас. А ощущения разные. Операции разные. Вот еще поем. Вот я вот поем. Даже получается, я поел меньше, чем половина. Скажем, половина. Тут больше половины осталось, но не важно. Все. Я насытился. Я насытился. Ролик идет почти 18 минут. За это время я смог и покушать, и пообщаться с вами, рассказать, что как и почем. Показать даже свой пояс, показать свой пузень чуть-чуть. Знаете, все висит. Висит все. Ощущения при этом классные. Не надо этого бояться. Ощущения, я имею в виду. Для начала, может, типа страшно. Ой, надо менять гардероб. Да, гардероб будет меняться раза два или три. Но мой такой дружеский совет, если вот прошли операцию, да, через первые месяца два не бегите менять гардероб. Купите пару вещей, хороших вещей, классных вещей, потому что вы скоро их тоже не сможете носить. Примерно через год вам придется менять гардероб еще раз. То есть обычно как происходит? Месяца два-три меняют вещи, потом шесть-восемь месяцев, и потом где-то год-полтора. Обычно максимальный результат за короткое время, это первые три месяца. В среднем, по израильской статистике, за первые три месяца бариатрики скидывают 30 килограмм. В среднем. И потом идет уменьшение веса все меньше, меньше, меньше и меньше. Будут видео, если захотите, я могу рассказать, как поправиться бариатрику. Потому что мне приходилось поправиться перед этой второй повторной операцией. Мне пришлось поправиться, чтобы мне дали разрешение. Если кого-то интересует, как же, блин, тот, кто сделал слив, может довольно быстро поправиться. У меня есть способ. Даже те, кто сделали байпас. Слушайте меня внимательно. Байпас, кто сделал, шунтирование. Есть тоже железобетонный способ, как поправиться. Нет, и я не говорю о способе кушать мороженое каждый день, хотя он тоже работает. Есть другой способ. Если вас это интересует по некоторым причинам, напишите мне. Я или видео сниму, или расскажу об этом, сделаю комментарий. Такой, с большим ответом. Дальше на тему витаминов. Я советую. Я не говорю делать это. Под видео в описании есть ссылка на сайт iHerb, в котором с помощью моего купона вы можете получить 5% скидку на весь заказ. Кстати, кешбек-сервисы, тот же самый Letyshop, что я вам рекомендовал, рекомендую, дают меньше кешбека. Но в данном случае, я думаю, не кешбек важен, а суммарная сумма. И можете воспользоваться моим купоном на 5% скидки. Я советую брать витамины и прочие добавки оттуда, минералы. Дам пример конкретно. Я заказал себе железо. Вот оттуда железо вот такое. Тут кроме железа, что железо здесь 10 миллиграмм, тут также витамина С 40 грамм, витамин В12, фолиевая кислота, чуть-чуть сахара есть. Я покажу, как оно выглядит. Оно сделано из выжимки винограда. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Почти все скушал, надо будет заказывать скоро еще. Вот такие вот звездочки вкусные. Вот такие вот звездочки. Вот такие вот они. Они, с моей точки зрения, очень вкусные. Несладкие. И что делаю я? Как я витамины принимаю? Я не говорю, что это идеально и правильно, но у меня это работает лучше. Любой бариатрик, извините, не любой. Тот, кто делал любое шунтирование, у нас с вами всасываемость организма гораздо меньше. Чем у обычных людей. Поэтому, когда вы принимаете таблетки, еще раз уточните это у вашего врача. Нужно принимать в два раза больше. Увеличивать в два раза дозу. Что я делаю, чтобы дозу не увеличивать? Те же самые витамины, или скажем, не дай бог, таблетка до головной боли, или еще чего-то. Что я делаю? Я кушаю, жду минут 20 примерно, 15-20, и принимаю таблетки после. Еда прошла, получается, что таблетки стоят с едой. Еда прошла чуть ниже, но таблетки не проходят сразу и выходят, а задерживаются и расщепляются. Это такой мой небольшой лайфхак, как правильно пить витамины. Я не говорю, что это идеальный способ, но по мне, я думаю, что так лучше. Нет, я не то, что жлоблюсь, да, взять в два раза больше. Ну, я не вижу смысла. Я вот, когда голова у меня болела, пару дней тому назад была сильная головная боль, я думаю, надо принять таблетку. Не, подожди. Если я ее приму, она может просто пройдет, не вся всосется и выйдет. Я что-то там поел, перекусил, подождал, взял таблетку, чуть-чуть умоем. Я, кстати, пью таблетки с маленьким количеством воды, но прошло, ну, и голова стала проходить. Это такой небольшой совет. Значит, с вами был Женя из Израиля. Такие небольшие мои советы, даже небольшой отчет. Я вам показал, как я завтракал. Вот, все, я наелся. Я этот йогурт оставлю в холодильник и добью его чуть позже. Могу и выкинуть. Я даже не знаю, выкину или же нет. У меня тут еще, по крайней мере, одна порция, одна пайка еды есть. Вот, я думаю, я сейчас у нас сколько? Сейчас у нас 9 утра. Я поел в 9 утра, следующий прием пищи где-то будет 12, я что-то поем тепленькое. А вот перекус, где-то в 3 часа примерно, в 2-3 я поем, наверное, этот йогурт. Скорее всего, почему нет? С вами был Женек. Я надеюсь, это видео было полезно и интересно, как для вас, так и для меня. Шаломиряни, всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok